МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшняя программа «Спортцентр ТВ» посвящена человеку, вписавшему яркую страницу в истории самарского спорта. Это человек-легенда фигурного катания губернии. Знакомьтесь, Вера Константиновна Богуш. Вера Богуш, президент Самарской областной федерации фигурного катания, судья международной категории по фигурному катанию. Родилась 2 августа 1946 года в Куйбышеве. Фигурным катанием начала заниматься с 4 лет у тренера Юрия Харитонова, перворазрядница по фигурному катанию. В 1963 году закончила среднюю школу номер 6. В 1972 году государственные центральные ордены Ленина Институт физической культуры в Москве. На тренерской работе 16 лет. Воспитала более 10 мастеров спорта. Надежду Шабарину, Елену Мадоннову, Алексея Уличева, Алексея Тихонова, Елену Иванову, Ирина Ткачук и других. С 1968 года возглавила областную федерацию фигурного катания. Организатор многих известных всероссийских турниров. Жигули, Кумпарсита, Самарочка. Председатель общественного совета Министерства спорта Самарской области. Президент регионального олимпийского совета Самарской области. Имеет почетный знак за заслуги перед отечественным фигурным катанием на коньках. Почетный знак Министерства спорта России за развитие физической культуры и спорта. Почетный знак за развитие олимпийского движения в России. Почетный знак губернатора Самарской области за труд во благо земли Самарской. Награждена грамотными и благодарственными письмами правительства Самарской области и Российской Федерации, Администрация Президента России, член исполкома Федерации фигурного катания России. Начать нашу сегодняшнюю программу я хочу со слова восхищения. Вот сколько знаю вас, знаю довольно давно, глядя на ваши фотографии прошлых лет и так, как выглядите сегодня, вы как будто, знаете, застыли и в новом времени, и в старом времени, как будто одно лицо. Ну, потому что живем, наверное, одним вдохновением фигурным катанием на коньках, поэтому так и получается. А я даже хочу усилить этот момент. Мне кажется, вот ваш бойцовский характер, вообще какая-то ваша энергия, которая просто от вас исходит, наверное, это все-таки семейственность. Конечно. Вы на кого больше похожи, на маму или на папу? Ну, наверное, и на маму, и на папу. Они оба были спортсменами, они оба занимались катанием на мотоциклах, участвовали в гонках, мама гоняла на буревестнике с Ингой Ворониной, занималась конкобежным спортом, была гимнасткой, папа играл в хоккей с мячом на том же труду, который у нас есть на Мичурино. Поэтому все были одержимы, все были очень, тоже можно сказать, функционально крепкими и очень красивыми внешне, то есть с хорошей фигурой до самых последних дней своих жизней. Наверное, поэтому примерно такая и я. У вас очень хорошая компашка подобралась на полевой, там вырос тоже замечательный известный самарский спортсмен Ген Агуреев, ветеран крыльев Совета, вратарь, между прочим. Там тренировались практически и все теннисисты, и это был центр притяжения детворы. Вы же в частном доме жили? Нет, это не частный, он такой же. Ну, они такие были, конечно, убогие, но это были обычные жахтовские, как тогда назывались дома. И вот снесли-то их не так давно, мы все ждали, там прописан был брат, мама. И вот прямо буквально перед дверью того, как стали эти дома ломать, у меня мама умерла, но брату все равно, тем не менее, дали квартиру. То есть, фактически, на ваши глаза строился вот этот ледовый дворец. Да. Ледовый дворец, в котором мы сейчас находимся, которому уже больше полувека. И вся стройка происходила на ваши глаза. Ну, вы знаете, он настолько быстро как-то воздвигся, что мы не замечали и мы не думали. Мы также занимались своим делом, и нам не до того, как и где, что строится. Мы катались на Буревестнике, уже на Большом, мы катались на Локомотиве, мы катались на Динамо. А везде были коробки, да? Везде были, да. Ну, на Динамо там не было коробки, на Локомотиве была, на Буревестнике была. Но мы катались в основном, нет, мы катались в основном на Большом поле, на Большом вот этом пятачке вбрасывания, где обычно ставят вот ворота. Потому что тут более-менее широкая была площадка. И здесь мы тренировались и на Буревестнике, и на Локомотиве. На Локомотиве потом построили коробку. И самое главное, что на Динамо. Мы никогда там на какой коробке не катались, а прямо около основного центрального здания вот здесь катались. Где дядя у меня работал на «Динамо» заведующим учебно-спортивному отделу, полковник КГБ, пришел с войны и остался заниматься спортом. Со мной очень строго разговаривал и со мной очень, как бы так, знаете, не то, что случайно оказалось, что я там с тренером пришла кататься, и оказалось, что у меня там дядя, поэтому никаких там ни протежей, ничего. Поблажек не было никаких. Да, но главное, что когда были соревнования первенства города по конкобежному спорту, и я выиграла, значит, город на фигурных коньках, хотя все бежали на беговых, я через трещину зубцом влетела и думала, что я упаду. Я пролетела в позиции стоя несколько там метров, вот мне аплодировали, а когда объявляли уже в микрофон, что победительницей стала Вера Макарова, и тут дядя Жора мой выбегает и прям ко мне меня поздравляет, представляете, то есть потому что ему было приятно, что это его племянница. Значит, весь Куйбышев тогда знал, что есть Вера Макарова, впоследствии которой стала Вера и Богуш, и знала, что у этой девочки есть какой-то определенный талант, но и, я так понимаю, быстро прорезался и тренерский талант? Но самое главное, что помимо фигурного катания я занималась и настольным теннисом, и была трехкратная чемпионка по спортивной гимнастике. Но тогда это было принято. Да, мы занимались на площади, у нас вообще мальчишки наши приходили, Саша, мой будущий муж тоже с балкона, смотрели и торопились, кто быстрее встретит меня, чтобы проводить до дома после тренировок. На расхват были? Да, на расхват. Я и сейчас на расхват. Я не сомневаюсь. Вы тренировались на большом катке. А вот соревнования, как вы проводили? Так же проводили на середине поля, да, прямо на середине поля. То есть без всяких разметок, без всего, не огороженные? Нет, нет, со мной выступала... Минус 25 градусов, в фуфайках, да? Нет, красивых платьев. Даже несмотря на мороз? Несмотря на мороз. Однажды, выступая на локомотиве, у меня было потрясающее платье, сзади за шнуровное бабуля, потому что у меня все шило очень красиво. Здесь короткий рукав и валаны, и, естественно, колготки. И я стою в позиции, значит, жду начала музыки. А у нас, как во всем фигурном катании, я ему одно название дала, сейчас мне неэтично его, так сказать, называть, но оно такое же, будем говорить, субъективное, и как художественная гимнастика, как все такие виды спорта, да? И вот мне надо поставить пластинку, оставить тренер, чей ребенок Нина Николаевна такая, Артемьева. И она, так-то пластинки были все заезжены, они же дыр-дыр-дыр начнут, потом под них же составляешь программу, и прокручиваешь тысячу раз, представляешь. Но не доходов не было? Нет, конечно. Но не доходов не было? И когда, значит, мало того, что она могла заесть, так мне ее сначала не ставили. Столько времени, что я, главное, я не могу из этой позиции уйти, потому что вдруг начнется, а мне же первое движение надо сделать, и успеть под музыку все сделать, понимаете? И я вот стою, я чувствую, у меня стекленеть начинают ноги. Мороз огромный, большой, большой. Я стояла долго-долго. Но вот ты знаешь, Сережа, я тебе могу сказать одно, что это мне не помешало, это мне придало только силы, потому что когда у меня есть момент с чем-то справиться, у меня, наверное, открываются какие-то сумасшедшие гиперфункции, и тогда все. Поэтому если бы я, может быть, со старта пошла вовремя, я бы по одному скатала, но когда произошла такая ситуация, то я сделала все блестяще. Ну, естественно, опять заняла первое место. Ну, это смысл всем талантливым спортсменам, между прочим. Да, к тому же Плющенко и так далее, и так далее, и так далее. Фамилии можно называть. Ну, да. Ну, и как произошло, собственно, ну, чемпионат в город, мы говорили, да? Так же проходили чемпионаты в области. То есть все на естественной льду. Да, да. При любом морозе. Снимали быстро пальто и выбегали. И наши судьи сидели на стульчиках. У них были под ногами, значит, такие-то коврики, чтобы не замерзали ноги. Валенки огромного размера с 20 носками. Здесь муфты. Все вот так. У меня где-то есть фотографии. Они все сидят вот на этом как раз маленьком на полевой катке. И пока они вот это просудят, значит, наши все катания, а нас всегда много было очень. Занималось народу спортом так много. Вы знаете, мы ходили... И тренеров хватало. И тренеры были, да. Причем все вот, как я помню, одна только женщина была, Маргарита Ермолаева, на Металлурге. А так все в основном были мужчины, пожилые, умудренные. Типа, вот, например, мой Юрий Дмитриевич, он тоже был значительно моложе. Лисина, там всяких других. Я уже сейчас не помню тренеров. Но главный Юрий Дмитриевич, вы его, наверное, знаете, Харитонов Дмитрий Петрович, это же был легендарный наш хуйбышевский спортсмен. Он играл в трейлер-советах. Он занимался фигурным катанием. Он катался вместе с Панином, Коломенкиным, там, представляете, где-то был в свое время. Поэтому у нас действительно спортивная держава очень был, Хуйбышев. И такие были легенды. Я говорю, к нам приезжали сюда проводить и чемпионаты Советского Союза. Представляете, значит, это все было очень здорово. И вот в силу того, что мы катались на Динамо, там был такой уникальный человек, инструктор, Зендель. Вот. Он, значит, очень близко контактировал с ЦС. Тогда было ЦС, Динамо. И в частности с Еленой Анатольевной Чайковской. И вот когда они спланировали здесь только построить вот этот дворец, и здесь спланировали провести, значит, какие-то свои сборы Еленой Анатольевной Чайковской с группой, когда еще у нее только начали кататься вот Пахомова с Горшковым, Леничук только-только еще начинался, и все остальные, там, Зуев и Витман, это уже все следующее. Вот. Они приехали к нам сюда на сборы. И вот этот вот инструктор привытащил меня, вручил меня Чайковской. Говорит, Елена Анатольевна, это наша Чайковская. Вот. Помогите ей в чем-то. Она на меня так посмотрела, знаешь, на сдачу, типа, кого привели. Вот. И я, естественно, попросилась, там, можно ли посмотреть. Она говорит, нет, гордо. Но мы, тем не менее, пробрались под шторы под эти. И смотрели все тренировки из-за штор. Вот. Но это было вот до того. Потом меня, когда уже представили, мне разрешили посидеть. И вот мы сидели, сначала смотрели, потом у меня появилась вот эта вот ученица Надюшка Шабалина, которая действительно подавала очень большие надежды, которая сейчас себя зарекомендовала как ведущим тренером, которая работала с Девиктором Николаевичем Кудрявцем, заслуженным тренером, которая готовит потрясающих детей, приводит к нам сюда на соревнования. Вот. И она разрешила с ней покататься чуть-чуть. Вот. Поэтому мы уже тут и катались, и сжимались, потому что у нас кататься было негде. Нам лед заливали здесь. Он же был, дворец, у нас дворец спорта был, относился к управлению культуры. И здесь этот концертный зал филармонии был. И здесь в основном были концерты. Лед заливали только на период приезда вот той же Чайковской. И тогда мы, конечно, старались выхватить весь этот лед. А потом стало как-то времени побольше, но тоже менялось с концертами. И вот так вот Чайковская приезжала все время, каждый год, лет 10 подряд. И мы все время уже все плотнее и плотнее с ней общались. Приезжала сюда Старкова Аделина Николаевна из Киева вместе со своими мужьями, с мужем, вернее, Цимирманом, с братом Цимирмана. Это были легенды Советского Союза. Это тренеры, которые, будем говорить, возглавляли все наши чемпионаты страны. В частности, Юрий Иванович Цимирман, которые открыли школу в Одессе. Которые пригласили к себе Змеевскую Галину, вот мы знаем, да? Которая великий тренер. Она не из Одессы, она из Харькова. И вот в Одессу как раз, где мы тоже с ней познакомились, где мы с ней, у нее вернее, пообщались очень плотно с Милой Пахомовой, которая приехала на этот самый чемпионат вооруженных сил. Мы там были на приеме как раз в дворце у всяких полковников. Ну, это, конечно, ради Пахомовой были, но так было. Но так как я рядом была, мы вроде вот как бы проговаривали вопрос о фигурном катании. Но она уже была тяжело больна. И мы с ней только договорились, что в мае как раз у нас очень хорошо стало прогрессировать фигурное катание танцевальное. Работала уже моя ученица Левина, тренировала танцы. А танцы нам нужно было создать благодаря тому, что командой на спартакиаде, не имея какого-то вида, мы просто проигрывали автоматически. Поэтому мы занялись парным катанием. Мы сделали пару Мадонново-Уличев, еще там Боязитов, Музафарова. Делали всякие пары. Но это была самая, так сказать, перспективная пара, которые стали двукратными чемпионами вооруженных сил как раз вот там. И по танцам Татьяна Левина как раз начала тренировать ведущую пару Судаков и Корякина. Хочу сказать, что вам, наверное, неслыханно повезло. Вы в начале тренерского пути смогли увидеть кухню великих тренеров. Великих советских тренеров, которые вот здесь проводили тренировочные сборы на этой льду. Они открывали, кстати, вместе со своими воспитанниками. Вот этот дворец, по-моему, 68-й год, да? Да, конечно. 1968-й год. Вы, по-моему, тоже участвовали в этом представлении, да? Да, мы делали показательные. И мы, самое главное, выводили своих маленьких детей с цветочками. Мы выручали Усову, Жулин. Там кто-то вывозил ковры Велоусову с Протопоповым, какие-то там самовары. А мы подъезжали в этот момент с цветочками все быстрее. Маленькие дети, те же, которые тренировались еще там на естественном льду. Вот. И поэтому тут была такая огромная плеяда тренеров практически всех. Мне кажется, что как раз вам представилась редкая возможность сидеть на трибуне во время тренировок, когда проходили здесь сборы. Что-то, мне кажется, конспектировать, записывать. Кстати, вот известная история про Анатолия Тарасова. Сейчас говорят, искали возможность хотя бы глазком взглянуть на знаменитые тарасовские тетради, где, значит, он записывал там основы каких-то тренировочных занятий. Вот, мне кажется, и здесь тоже у вас все это происходило на глазах, и все лучшее. И, конечно, вы как бы все это выбирают. Поэтому и росли результаты ваших учениц и учеников. Все записывали, Сереж. И самое главное, ты знаешь, однажды у меня стащили сумку. Ну, вот как раз вопрос о тетради. В которой была тетрадка, нет, в которой была тетрадка только буквально с приехавшейся какой-то, значит, семинара, где я исписала всю. А там были, представляешь, все детские паспорта. Мы только собрались куда-то ехать, надо было покупать билеты. Вот эта вот тетрадка. И мы повесили на поляне Фрунзе, на шестой просеке, старшей мою сумку, эту красивую, значит, на забор. Ну, и каля-маля, молодые пока разговорились, ее не стащили. Мы уехали сами на шестом автобусе, а сумку забыли. Когда мы вернулись, сумки нет. И вдруг звонок по городскому телефону. Вера Константиновна, Вера Константиновна. А вот тут вот какая-то записка ваша туда-сюда. И, короче говоря, нашли ушибки, разбросанные все паспорта детские, все до одного. А тетрадки нет, ты представляешь. И мне не жалко было бы, я восстановила бы все паспорта. Но то, что я записала на этом семинаре, мне было настолько жалко. Это было дороже всего. Дороже всего. Поэтому я работала, знаешь как, я училась, я схватывала все, что нам давали. Я приезжала с сессии, я сразу старалась это все внедрить в тренировочный процесс. И пульсометрию, и работу с тонометром, и восстановительные моменты, и психологию, и физиологию. У меня все мои ученики были как подопытные кролики. Но главное, что важно, что вот ты посмотри, ведь они все стали тренерами. Они все впитали, все, что могла им дать я. Я, естественно, взяла, что дали мне. Но они, помимо всего, настолько мыслят хорошо, что они все это приумножают, добавляют свое, и у них получается результат. Мы сегодня видим поколение, которые стали уже заслуженными тренерами. У нас уже внук стал, Левинский ученик мой, Судаков, заслуженный тренер страны. Значит, ну, правильным путем. Нет, я думаю, что все-таки вам откровенно повезло. Вот то, что Куйбышев закрытый город. Сюда приехала сборная Советского Союза. И каждый год приезжала, по-моему, да? Практически каждый год приезжала. Нет, каждый год приезжала сборная «Динамо». Сборная «Динамо». Но в 68-м году именно здесь Ирина Роднина с Зайцевым каталась, вот на этом льду. Да, Ирина Роднина с Зайцевым с Жуком и на сбор приезжали. И на сбор приезжали. Дальше. Перед каждой Олимпиадой здесь шел прокат контрольный, или как правильно назвать? Ну, бывали, да. Генеральный прокат. Все, что было, мы видели на Олимпиадах 68-го, 72-го, 76-го годов, это все было здесь. Я уж не помню, 80-го, что было. Но вот те годы, это как раз именно все происходило, таинство перевоплощения из гадких утят в олимпийские чемпионы, это все здесь. Хотя гадкими утятами невозможно было назвать, потому что были чемпионы мира. Все личности, Леничук-Карпоносов и тот же Ковалев, который после этого уже Котин, уже Котин, получше сменилось поколение все равно, Ирина Анатольевна была здесь. Фактически можно было вот прийти, с улицы во дворец и просто посидеть, посмотреть. Да, конечно, конечно. Правда? Ведь тогда не было ни охранников, двери были открыты, вот насколько я помню. Нет, ну когда, знаете, проводились сборы, проводилось, когда, будем говорить, какой-то тренировочный процесс, вот к Чайковской вообще никого не допускали. Тут все было в совсекретной. Но на то и Динамо, на то и общество Динамо. Да, ситуация, поэтому мы сами-то еле-еле так пробирались по 2-3 человека, одной разрешили, а мы потихоньку еще заставляли. Вот я помню, в 70-х годах, такой был престижный, красивый, хороший турнир, и в качестве призов, я даже помню, коробка конфет была, авоська и, значит, пару книжек Куйбышского книжного издательства. Да, да, крылья над Волгой. Очень было дефицитно. Дефицитно, да. Очень было дефицитно. Нам, значит, областная, областная, областную библиотеку управления, мы задружились с Кропом, и он нам выделял вот эти вот... Это был начальник. Это начальник, да. Куйбышский книгаторг. Да, да, да. Куйбышский книгаторг. А Ромин Савченко все равно. Да, да, и самое главное, вы знаете, Сереж, что вот к кому не придешь, ты настолько доходчиво рассказываешь о своей проблеме, о ней только не слышали те, кто должен был построить каток. Поэтому я всегда говорила, что для меня не существует вопросов. У меня есть в жизни только два нерешенных вопроса. Я не могу победить смерть и построить каток. Однажды с Лиманским стоим на кубке губернатора, с Георгием Сергеевичем. Я ему говорю, он вот так подошел ко мне, я думаю, использую ситуацию, понимаешь, и говорю, Георгий Сергеевич, ну вы столько строите храмов. Ну вы построите для нас храм один, потому что какой бы вот он не был, этот каток, ужасный там, грязный, сломанный, старый, у нас труба упала. Чемпиону мира на голову вот эта 56-я при выходе на лёд Дангаузер Павлова, помните? Это правда? Конечно, я возила её в Пироговку, и тем не менее, какой бы он не был, вот этот дворец. Ну страшные истории рассказываете. Да, но он наш, он наш, дорогой, вы представляете, у нас за ауры прожито, проработано. И поэтому я просила построить для нас храм, для нас. Ну вот последние годы, мне кажется, мечта-то ваша осуществилась. Да, благодаря вообще Николаю Ивановичу, Мирпушкину, и Министерство спорта. И вы вздохнули облегчённо? Вздохнули, конечно, вздохнули. Мы вообще, мы не понимаем, я однажды встретила Николая Ивановича на каком-то официальном мероприятии, я подошла, взяла его руку, и целовать-то же я же не могу, не серьёзно. Я его с такой любовью прижала к щеке, я его поблагодарила, потому что никто не смог сделать то, что мы все несли в своей душе всю жизнь. Нам обещает новый Ледовый дворец спорта на месте Старого дворца. Как вы думаете, появление современной ледовой арены как-то повлияет на статус турнира Кумпарсита, вашего турнира? Ну, вы знаете, я думаю, что нового дворца мы все ждём очень давно. И я сам принимал активное участие в том, чтобы как-то сдвинуть это дело, подтолкнуть его, может быть, сказать так. И, конечно же, если ещё три года назад мы объявляли о том, что этот турнир в последний раз проводится на льду вот этого дворца, и что уже в дальнейшем будет новый. Ну, вот видите, прошло три года, и сейчас мы надеемся, что всё-таки это свершится. И Самара получит новый, современный, удобный и для соревнований по фигурному катанию и хоккею новый дворец спорта. Единственное, что я бы желал проектировщикам, чтобы этот дворец всё-таки при проектировании и строительстве учитывал требования, которые необходимы для проведения соревнований по фигурному катанию. Потому что я вам не открою секрет, но просто скажу о том, что у нас есть опыт, когда строились замечательные новые ледовые арены. Ну, в хоккей там можно играть, а вот, к сожалению, соревнования по фигурному катанию проводить нельзя. Совсем считанные буквальные дни остались до того, как не станет этого нашего дорогого, любимого, такого старенького, но, тем не менее, всё-таки любимого старого ледового дворца спорта. С ним уйдёт история, с ним уйдёт годы вашей жизни. Потому что всё, что происходило лучшего и хорошего, происходило именно здесь, на этом льду. Вот я вижу, там старенький плакат, вот, Федерация фигурного катания висит, да, когда он сопутствовал всем спортивным мероприятиям любого, любого, как любого. И его, главное, не снимают. Не снимают, на протяжении десятилетий. Да, я сказала, снимите только тогда, когда или я умру, или рухнет дворец. И все боятся к нему подойти. Ну вот, с появлением новой арены, Самарская область станет одним из локомотивов развития российского фигурного катания. А Вера Бугуш, так сказать, машинистом этого локомотива. Вы знаете, во-первых, конечно, ещё раз огромное благодарность Вере Константиновне за её энтузиазм, подвижничество. Но я хочу сказать, что, во-первых, Самарская область обладает очень такими серьёзными традициями. А не в танцах на льду, да и целом фигурном катании. Ну, а открытие нового дворца, безусловно, я не сомневаюсь, что на льду этого дворца, если он будет построен, как я рассказал, будут проходить крупнейшие всероссийские, ну и в дальнейшем, может быть, международные соревнования. Это ещё больше поднимет статус нашего вида спорта в регионе. Ну, вот самое светлое пятно вашей жизни здесь, в этих стенах, мне кажется, это всё-таки проведение турнира среди танцевальных пар «Компарсит». Я хочу, чтобы буквально в двух словах вы рассказали, как придумали вообще проводить в честь олимпийских чемпионов Пахомова и Горшкова здесь танцевальное соревнование. И, собственно, эта «Компарсита» не будет дворца, она будет жить или нет? Конечно, конечно. Ну, все уже знают, что «Компарситу» мы придумали, потому что, во-первых, танец был здесь составлен, во-вторых, вот так ярко прожила свою жизнь Пахомова, она ушла, я была у неё на похоронах, и поняла, что проходят годы, а человеки вообще забыли. Вы представляете? А она же одна протащила всё с Александром Горшковым. И поэтому не слышать ничего об этом человеке я просто посчитала своим долгом, чтобы всё-таки какая-то озвучка жизненная была. И вот, глядя на нас, стали проводить там что-то сначала в Одинцово, даже бы рельеф поставили им в связи с тем, что там открылась школа фигурного кота и на коньках. Вот. И опять всё так как-то затихает. Но я очень рада от того, что сегодня жив Саша, потому что мы делаем этот турнир именно танцевальный для детей второго разряда, первого и кандидатов, для нашего резерва. По танцам вообще соревнований проводится очень мало, точно так же, как вот в своё время проводилось мало по синхронному. Сейчас мы закрутили, и вся страна заработала. Почти 40 лет назад вы впервые приехали на берега Волги. Вот в памяти остались какие-то воспоминания о тех годах? Ну, конечно, это был, по сути дела, это 1967 год. Это был год нашего первого участия с Людмилой в чемпионатах Европы и мира. И вот после чемпионата мира мы приехали сюда, в Куйбышев, только что открывшийся дворец спорта. И самое главное, что у нас было, что показать. То есть мы тогда не практиковались так называемые показательные номера. И вот мы пошли, ну, были в числе тех, кто, в общем-то, одни из первых это сделали. И это был танец компарсизма. Я уже не буду рассказывать, потому что я много раз рассказывал о том, как он создавался, кто был автором, инициативом. Это был муж нашего тренера Елена Анатольевна Чайковской, Анатолий Михайлович. Собственно, он дал эту идею. А вся, как говорится, хореография этого танца и дроботургия, это, видимо, совместными усилиями все делалось. Но, вы знаете, и прошло много-много лет, и какие бы новые танцы мы ни делали, и не представляли их на суд публики, все равно в конце зрители просили, а теперь компарсизм. Вот, и мы привезли сюда этот компарсизм. И первый раз этот показательный номер был исполнен на льду этого дворца. Конечно, вот, наверное, это главное, может быть, воспоминание, которое очень трогательно и умело поддержало Вера Константиновна Гогуша, когда впервые в 2000 году был проведен первый турнир по танцам на льду компарсизм. А как вы восприняли вот это предложение Вера Константиновна? Ну, с энтузиазмом, конечно. Ну, во-первых, это было действительно здорово, и, на мой взгляд, это была лучшая форма отдать дань памяти людьми Лепаховым Гой. Ну, а самое главное, что она всю свою жизнь посвятила фигурному катанию, танцам на льду. До последнего момента она тренировала. И, конечно же, этот турнир, естественно, проводится по танцам. Ее являлся бы таким вот воплощением ее мечты о том, чтобы танцы на льду, собственно, были как можно популярнее. Мы начали компарситу, и всем захотелось пойти в какой-то сравнительный... Вложить свой кирпичик в развитие танцев. Но когда приезжают вот эти маляпки сюда, когда они понимают, с чего это все началось, потому что мы делали фильм, потом мы делали какие-то репортажи, потом мы все время пытаемся пригласить Сашу. И вот сейчас он 14-го числа сюда приедет на парад открытия. И опять, я думаю, для всех детей уже очередного поколения. Одни, кто по кандидатам, они, может быть, у нас были вторыразрядник, второразрядниками, но они опять посмотрят в глаза этому великому человеку. Он им опять скажет несколько каких-то искренних, добрых, натуральных своих слов, что в детях опять зажжет какую-то еще новую волну, на которую они смогут дальше пойти прогрессировать. Конечно же, все во имя того, чтобы наше фигурное катание российское, фигурное катание нашей губернии, вот, в целом, оно все равно не теряло величия, потому что фигурное катание – это самый великий, самый доминирующий, самый эффективный, эффектный вид спорта. Конечно, обидно, когда мы где-то проигрываем, вот, но не все сразу получается. Зато как потрясающе, когда у нас есть триумфальные победы на той же Олимпиаде, когда сегодня Евгений Медведев не сходит вообще со льда непобедителем. Вы понимаете, это же все фантастика, все время интерпретация, все время сила воли, сила духа. И поэтому ждем Сашу, он всех опять поздравит. Последний раз попрощаемся, если это последний раз. Мы три года уже прощались, и все уже стояли, плакали. Но мы три года продолжаем работать, и каждый месяц отодвигают. Мы, конечно, этому рады, потому что это еще лишняя площадка для тренерской работы. И поэтому счастье, что вот его три года не убирали, открылись новые катки. Мы уже там вкладываем все наши знания, весь наш дух. Мы будем говорить, аккумулируем там все население, которое должно влюбиться в фигурное катание. Мы там уже проводим соревнования, мы там делаем показательные какие-то. Мы там делаем праздники. Мы все это, так сказать, спокойно переносим туда, но с большой надеждой, что на этом месте все-таки не будет никакого торгового центра, не будет никакого другого сооружения, кроме как, будем говорить, Ледовый дворец, наверное, большой, которого вообще заслуживает, в конце концов, Самара. И временно, естественно, Кумпарситу мы перенесем. И я думаю, что мы ее перенесем в Тольятти, потому что в основном там у нас центр танцевального спорта. У нас сегодня как бы здесь спад получился в танцах. И пока временно будем проводить там, чтобы то же самое активизировать и популяризировать не только танцы, а вообще фигурное катание в Тольятти. Но как только на этом месте возникнет лед, Кумпарсита непременно будет здесь. И я думаю, что это будет правильно, логично, потому что это одно. А базис, это надстройка. А базис-то останется, фундамент-то будет, земля. В связи с этим последний вопрос, Вера Александровна. Фигуристы уже даже придумали новые названия, в честь кого назвать новый ледовый дворец, который появится на месте старого. В народе его прозвали Третьяковкой, в честь Владислава Третьяка, который здесь кубок Третьяка проводит. А интересно, а у фигуристов есть какие-то идеи по этому поводу? Ну, мы еще с предложениями не выходили. Я думаю, что если надо, мы напишем. Важно то, чтобы были те условия, где и место, где человек может себя реализовать, может быть полезным и может понимать, что он свою жизнь проживает не зря. Спасибо вам, Вера Константиновна, за столь обстоятельную беседу и разговор откровенный. Мы опять в восторге, что у вас столько идей, столько планов впереди. И мы надеемся, чтобы они сбудутся. Уважаемые друзья, это была Вера Богуш, легенда самарского фигурного катания и наш добрый, старый и надежный друг. Ну, а с вами, уважаемые друзья, мы прощаемся. До встречи!